Всем привет, всем добрый день! Сегодня я вам, как и вчера обещала, покажу все закупки, которые мы купили вчера с Сабриной. Нет, я покажу только то, что я себе приобрела. Сабрина, она там сама что-то снимала, что-то будет снимать. В общем, я не знаю, на какой стадии развития у нее там ее влог, я не знаю. Но я вам покажу сегодня то, что приобрела вчера я. Да, вначале мы были в Тедди в магазине, я смотрела там контейнеры, органайзеры для моей новой мебели. Кстати, никто не позвонил. Я сегодня с сестренкой разговаривала, я сказала, пару дней потерплю еще, потом буду опять звонить. А потом буду звонить каждый божий день, буду надоедать до тех пор, пока мне не придут и не сделают. Я вчера уже разобрала всю обувь, составила, каждому дала по шкафчику. Ну, как каждому дала по шкафчику? Володе мы выделили шкафчик один, но у Володи это самое малое обуви, поэтому там еще мы и свою потом обувь доставим, если что. Потому что у нас с Сабриной, правда, очень много обуви. И все, ну нет, все точно не поместится, потому что, ну потому что много. В общем, какие-то органайзеры мне прям так классно-классно подошли, какие-то не подошли. Большой, который я хотела, знаете, такой для... Сабрина просто уже вчера навела порядок, есть я в комнате, и она забрала у меня этот органайзер, он уже у нее в деле, короче говоря. Вот этот, который большой мы покупали, но вчера показывали мы немножко, какие органайзеры мы покупали. Он мне по ширине не вошел. Короче, дверка до конца не закрывается. Там один сантиметр, нужно поменьше. Но это я подберу потом со временем, съезжу, может быть, на днях как-нибудь. В общем, не важно. Просто я, знаете, как хочу, я хочу, чтобы вот у меня все шапки, там перчатки, шарфы были в такой коробочке, чтобы вот так достал коробочку, взял то, что тебе нужно, коробочку обратно поставил, а не так, чтобы вот если стопочка лежит, ты там берешь, вытаскиваешь, как обычно, аккуратно все не сложишь, и потом тебе и на голову это высыпется, и еще куда-нибудь. В общем, я хочу, чтобы было все в таком контейнере. Губнушки, заколки, все такое я тоже вчера вечером уже разобрала. Но потом я покажу вам, когда уже всю мебель буду показывать, я покажу вам, как я там все организовала. В общем, один ящик я уже полностью сделала так, как я хотела. Так, какой? Вот этот ящичек, вот этот ящик не совсем подходит. Я хотела вот так два поставить в длину, чтобы два стояло. Но я не знаю, как мы смотрели там размеры с савриной. Короче, два таких одинаковых не помещаются. А у меня таких, я тоже два штуки купила. А другие у меня с такими маленькими отделами, как я и говорила, что туда резиночки, туда заколочки, туда губнушки, те удобные. Но, наверное, если таких вот простых не найду, то возьму такие вот с этими маленькими отделами. Ну, что-нибудь приспособлю. Так, что еще я хотела сказать? Ну, это вот то, что мы в Тедди купили. Ну, там в Сабриной себе там кое-какую декорацию купила. Это мы вчера все показывали. То, что свечки там вот эти вот. Ну, в магазине мы немножко то, что снимали, в принципе, то мы и купили. Ничего другого мы не купили. Вертхай. Вертхай нам прям вчера прям круто-круто повезло. И прям я вчера осталась такая довольная. В общем, то, что я хотела, я купила. И по той цене, но не по той цене, по которой я видела это все раньше, вчера просто были скидки. Кстати, сейчас там очень во многих магазинах в Вертхайме идет 70% скидка от оригинальной цены. Не от красной цены, а от оригинальной цены. Есть такие магазины, где написано там 40% скидка от красной цены. Так и написано. А где-то 70% скидка от оригинальной цены. Ну, это если кому-то интересно. Майкл Корс 20%. Майкл Корс никаких скидок особых не было. 20% от красной цены. Ну, тоже я считаю нормально. Тем более там цены такие, что ну 20% там тоже такие ощутимые проценты. Так, что вам вначале показать? Покажу, наверное, сначала то, что мы купили в ритуале. Сразу покажу вот этот освежитель воздуха. Пахнет очень хорошо. Это Сабрина получила в подарок. Но не Сабрина получила в подарок, это мы получили в подарок за свою закупку в ритуале. Там всегда, я не знаю, от какой суммы вы получаете подарочек. Наверное, от любой суммы, но в зависимости подарок играет от той суммы, на которую вы закупились. В общем, так как Сабрина вчера уже навела порядок у себя в комнате, она уже открыла освежитель этот воздуха и поставила себе в комнату. Он очень хорошо пахнет. Тот освежитель воздуха, который я вчера смотрела в магазине, такой в черной бутылке красивой, не было. Были только вот такие маленькие. Маленькие я не хотела. Я хотела уже такую большую бутылку взять. Ну, короче говоря, больших черных не было. Именно того запаха, который я хотела. Но пришлось нам взять белый. Белый тоже был только одна упаковка. Именно того запаха, который хотела я. Сейчас я вам... Вот такой набор. Он... Я его специально вчера еще не распаковывала. Ну, чтобы вам показать. Стоит... Точно я не знаю сколько. Я не знаю даже, где этот пакет. Наверное, в пределах 44-х ойра. Вот такой вот набор. Ну, я потом... Я хочу... Ну, в принципе, я хотела ванную комнату именно черной. Но этот, может быть, поставлю себе потом в калидор. Или пока поставлю в ванную комнату. Не знаю. Потом поменяю. Когда будет черный. Потому что вот именно для ванной комнаты я хотела в черную. Но у меня так непроизвольно получилось, что у меня ванная комната получилась белая с черным. Поэтому как-то так... Ну, все. Я даже не планировала. У меня как-то так просто-напросто получилось. Ну, это я потом открою и поставлю. Сам... Сама жидкость... Сама жидкость. Ее можно потом... Ну, не очень дорого купить. Там, наверное, в пределах 10-ти ойра. И потом можно менять запах, какой вы хотите. Ой, мне почта пришла. Пойду открою. Странно. Карины письмо пришло на наш адрес. Как-то странно, странно. Пришел подарок Софии. Софии, тебе пришел еще один подарок. Она же сказала... Карина вчера. Никогда вчера, позавчера сказала. Готовьте подарки, мы едем. Мы уже много Софии подарков приготовили. Половина она уже увезла. Они начали свои подарки собирать, наверное, за два месяца до дня рождения. Короче, это... Это знаете что? Это картинка, которую она хотела. Вот эту вот мозаику с этими камушками, которая выкладывается. Она, по-моему, называется... Диамантная мозаика. В общем, как-то так. Она сама выбирала собачку, поэтому пришла. А я еще вчера посмотрела, думаю, должна же была эта посылочка. София приедет. День рождения-то у Софики уже было. Они в воскресенье приедут. Я думаю, надо же будет ребенку дарить. Я, кстати, еще... У меня там один подарок есть. Но это вы потом увидите. Или тогда, когда София ко мне приедет, я подарю. Или потом уже у Карины на канале, когда они покажут свои подарки. Специально не показываю. Это просто запечатанное. Тут все равно так сильно ничего не поймешь. А та коробка просто открытая. София просто мои видео тоже смотрит. А я хочу, чтобы это был такой сюрприз. Так. На чем мы там закончили? На чем мы там закончили? Я теперь не помню, на чем мы там закончили. Перебил меня этот почтальон. Ну, в общем, ладно. Запах для ванной комнаты или для моего нового коридора. Я потом еще подумаю, куда его поставить. Я вам показала. Так. Следующий. А, еще мы купили в Ритуарус такой скраб для тела. Вообще, вот эта баночка стоит, по-моему... А, я про цены говорила. Что этот запах стоит, по-моему, 44 ойра. Вот этот, который мне Сабрина дарила. Вот у меня одна в зале стоит. Одну я еще никуда не пристроила. У меня же еще одна есть. Я про нее забыла. Там же было две упаковки. Просто есть вот такие вот, как вот... Ой, запачкала. Запачкала. Своими губами. Все. Есть вот такие там наборы. В общем, набор. Там две таких бутылочки. Ну, вы помните, наверное, кто меня постоянно смотрит. На постоянной основе. У Сабрины мне на день рождения дарила. Я как-то была в магазине. Там мы с ней вместе были. В Верхам Виллидж. И я так посмотрела. Я думаю, ой, я вот такую хочу. Ну, она, видно, себе там накрутила где-то. И мне на день рождения подарила такой набор. 44 ойра он стоил. Я думаю, что тот тоже стоит 44 ойра. Вот этот скраб стоит, по-моему, 12 с копейками. Или 11 с копейками. Это были наши закупочки, которые мы сделали в Ритуальс. Сейчас я вам скажу. А, сейчас. Духи оставим на последнюю очередь. Я, девочки, сейчас, знаете, ладно. Это немножко похоже. Я считаю, что мы часто ездим в этот Верхам Виллидж. Ну, у кого прям совсем рядом, может быть, они туда, может, каждые выходные ездят. Я не знаю. Но как мы ездим, я думаю, мы тоже. Мы где-то, ну, в три месяца мы, наверное, два раза точно там бываем. В последний раз мы были там весной. Наверное, один раз в начале весны, потом в конце весны. И вот сейчас летом получается. Надо туда еще съездить, когда будут летние вещи, когда будут все уценятся. Я люблю такое, что можно, что стоило дорого, подешевле купить. Я не знаю. Я всегда такая была. Даже когда мы в Германию приехали, вот многие старались взять там одну, две, три, четыре вещи, да, там эти футболки, например, да, там по пять марок, тогда еще марки были, по десять марок. А я почему-то думаю, лучше я возьму себе одну футболку, ну, нормальную, там, за двадцать, за тридцать марок. А некоторые говорят, ой, лучше больше, но разных. А я не люблю сильно большого такого разнообразия. Мне лучше пусть будет одна вещь, но хорошая, чем двадцать. И, во-первых, не знаешь, куда положить, потом жалко выбросить. Вот поэтому, когда с Абриной начали приходить неимоверные посылки из шеин, я сказала, я не могу уже на это на все смотреть. Я ей говорю, пожалуйста, больше не заказывай из этого шеина, потому что вещи эти практически мало носятся, а потом не знаешь, куда деть. И когда мы были в начале осени, мы зашли в какой-то магазин, я не знаю, как он называется, не помню. И там были же такие шикарные свитерочки. Я посмотрела, на тот момент они стоили очень дорого. Ну, на тот момент я цену уже, вернее, сейчас я цену не помню, которую я там тогда смотрела. Но я посмотрела, было дорого. Думаю, ну, классные. Потом мы были по весне уже в конце весны. Эта коллекция еще была, но цена меня тоже еще не устраивала. За бешеные деньги я тоже не покупаю. А вчера мы проходим мимо этого магазина, и я вижу, эти полу-оверы висят. Прям они мне сразу попались на глаза. Я говорю, Сабрине, давай зайдем посмотрим. Сейчас как бы полу-оверы, ну, не сезон. Я говорю, давай зайдем посмотрим. Но мы заходим, и я говорю, так, меня цена устраивает. Если я сейчас найду свой размер, я себе беру. Ну, и Сабрине говорит, посмотри, тебе нравится? Если хочешь, можешь себе тоже взять. Поэтому сейчас я вам покажу и расскажу такой предисловий. В общем, нам вчера повезло прям два раза и прям круто. Сильно много мы не покупали вещей. В принципе, я купила только вот освежитель воздуха. Что еще я купила? Освежитель воздуха, духи и полу-овер. Сейчас покажу. Смотрите. Одевать не буду. Очень жарко сейчас. Я сейчас поближе. Я вам сначала издалека. Такой вот альт-роза, да, такой грязно-розовый я взяла себе. Ну, потому что был такой размер. Сабрина выбрала себе вот такой вот серый. Вот такие вот. Так. Ну и все. Я здесь, конечно, вам могу показать цены. Как они там уценяют. Просто иногда туда выгодно ездить. В общем, вначале это была цена 170 евро. Поэтому я сказала, не это, это катастрофически дорого. Затем они уценили на 115 евро. А вчера мы купили по 51 евро. И поэтому я вчера такая довольная была. Здесь шерсть и кашмир. Он такой хороший, мягенький. И мне вообще вот нравится, что здесь вот это вот сделано. Такая вот манишка. И это манишка. Она что, не отстегивается эта манишка? По идее у меня есть такая кофточка, где вот эти воротники и на рукавнике отстегиваются. Здесь не отстегивается. В общем, красивая, правда? Но когда по осени будем, когда по осени будем одеваться, я специально для вас повесила вот так вот на такую вешалку, потом я его или сложу, или положу в шифоньер, или, как я еще частенько делаю, когда светоручки какие-нибудь, я вот так делаю. Вот так. У меня есть такие бумажные штучки сюда такие накладываются. И вот так. Тогда плечики не вытягиваются. Знаете, может быть, кому-то пригодится. И удобно так хранить в пуловере, потому что плечики не вытягиваются от вешалки. Ну, и гвоздь программы. Мы когда были, ну вот когда мы последний раз там были, мы нюхали эти духи. И вот с того момента у меня почему-то вот этот запах постоянно держался. Ну вот я прям его прям хотела. Мне прям как жизненно необходим этот был запах. Потом девчонки где-то купили, которые подделки делают. Ну, что-то недорого. На тот момент они меня спрашивали, мам, тебе тоже взять? Я говорю, не хочу подделку, хочу настоящую. Прямо, реально хочу настоящую, потому что у них такой запах. Знаете, на что похоже? Это вишня. И у них присутствует такая нотка. Я не читала описание от профессионалов. Я обычно такое не читаю. Я обычно воспринимаю парфюм так, как воспринимаю его я. Вот знаете, когда вот раньше в детстве мы кушали вот варенье с косточками. И вот когда косточку, она такая сладкая, и вот когда косточку раскусывали, ну раскусывали бы, наверное, тоже эту косточку всегда. Ну не всегда, не все. Но бывало такое, что когда косточку раскусываешь, и там вот это вот само зернышко. И такой оно, такой миндальный какой-то вкус. Ну вы знаете, вот этот вкус этой зернышки в косточке. И вот эта нотка здесь присутствует. И вот, короче, я сегодня с сестренкой разговаривала. Сегодня я, естественно, не духарилась. Сейчас я расскажу вам про эти духи еще. Сегодня, естественно, я с утра не духарилась именно этими. И это будут у меня такие пара на выходные, потому что они действительно дорогие. И я говорю, ты знаешь, хожу по дому туда-сюда, и прям вот этот аромат, он прям за мной ходит везде. Видите, закрытая. Сабрина тоже сегодня их не брала. Я сказала, не трогайте, там Аяна. Мам, ну я буду же по капельке. Я говорю, по капельке. Она говорит, по две. Я говорю, нет, по капельке. В общем, как с этими духами получилось. Их цена в Аутлете стоит 252 евро. Но за какую сумму я бы не покупала. Ну не знаю, мне жалко. Мне жалко такие деньги. Ну, жалко. И здесь такая табличка висит. 40% именно от Том Форд. Именно на всю продукцию, на все духи. 40% скидка от красной цены. Мы пошли, уточнили. Нам сказали, да. Но мы сразу решили взять. Я говорю, Сабрина, я возьму. Сабрина, давай я тоже, говорит, возьму. Я говорю, нет, дорого. Если надо будет, возьмешь у меня, побрызгаешься, если тебе нужно будет. Сабрина говорит, я тоже их хочу в оригинале. Но запах у них потрясающий. Я хотела там вообще всю эту линейку попробовать. Но какой запах у нее. Очень много пробников. Были уже пустые пробники. Знаете, я от розовой взяла. Там, по-моему, какой-то еще бежевый был. Они были пустые. Мы не смогли понюхать. А вот этот, прям, это просто что-то с чем-то. Прям, ну, классный-классный. Я не знаю, может быть, кому-то не нравится, но мне они прям очень зашли. Когда я сегодня с сестренки говорю, я вчера купила духи себе новые. Я говорю, запах обалденный. Она говорит, опять свой с ландышами? Я говорю, нет, в этот раз не ландши, в этот раз. Я что-то в этих от Диор, Диорисима, что-то я немножко разочаровалась. Но я не чувствую эту нотку, которая должна за мной постоянно, меня должна преследовать. Мне тогда нравится, когда вот именно этот запах за тобой ходит, и он тебя преследует. Вот это мне нравится, чтобы такой шлейф, знаете, оставался. А те такой шлейф не оставляют. Сначала была у меня туалетная вода, очень быстро улетучивалась. Потом я купила, он у меня еще есть. Потом я купила духи, но они тоже как-то быстро улетучиваются. Знаете, когда я работала в химчистке, есть такие парфюмы, которые даже химчисткой не выводятся. Этот запах, он просто, такой стойкий запах, он просто-напросто остается, даже после химчистки. Потому что, ну, я сама лично делала. Сначала ранее была эти вещи, потом я их гладила. И вот ты, когда гладишь какой-то женский пиджачок какой-то шикарненький, и ты чувствуешь такой аромат, ну и чувствуешь, ну, конечно, какие духи это были, я не знаю, но ты чувствуешь, что это был какой-то шикарный парфюм. Поэтому вот от этого, вот от этого парфюма тоже остается такой шлейф. Когда ты идешь, очень-очень, очень-очень вкусный запах. Ну, мне, короче, зашел. Кому-то, может быть, не так заходит такой запах, но мне очень понравился. Девочки, я решила открыть. Я же вам надо показать, чем. А то скажите, показать показала, а открыть не открыла. Это Ой, это шикарно пахнет. Это, правда, очень-очень пахнет вкусно. Так что, кто меня спрашивал, Таня, там что, скидка на них, что тоже очень-очень-очень хотели бы такие духи приобрести, что прямо охотятся за этим парфюмом. Да, девочки, на них была ссылка в 40%, и со скидкой 40% они стоили 151 ойра, по-моему, 20 центов. Затем мы были, ну, время вы видели, затем мы заезжали в Росман, уже без вас. Я не знаю, Саврина там что показывала или не показывала. Девочки, просьба. Я, в общем, для отпуска, но надо уже немножко собираться. Нам еще нужно, кстати, чемодан для отпуска подкупить, потому что наш чемоданчик, который вручную гладь, у меня было два. Как-то, я не знаю, один. Павел на нем покатался, как-то поломался. А еще же один должен быть. В общем, не знаю, по-моему, Сабрина сказала, там что-то замок заедает. В общем, нам нужно еще купить маленький чемоданчик для ручной клади. И уже нужно немножко закупаться для отпуска. Я купила вот такой вот крем от загара, ну, чтобы не сгореть, потому что у меня кожа очень-очень нежная, очень-очень бледная, скажем так, и я сразу сгораю. Я не хочу сгореть, я не хочу, чтобы у меня потом все болело. Поэтому я, когда на море ездим, я пользуюсь, ну, мы редко бывали там. Но вот когда я в Краснодар с сестренкой ездила, мы были на Черном море, на Азовском, и я брала с собой, я уже не помню, какой я брала крем с собой, был хороший, я не сгорела, но и не загорела нормально. Хотя нужно такой крем, чтобы еще и загореть нормально. В общем, вчера я взяла вот такой. Может быть, кто-нибудь мне посоветует, какой лучше. Может быть, который шпрейный крем, вот эти шпрейные, которые разбрызгиваются лучше. Ну, в общем, посоветуйте, если что, то я приобрету другой. Если этот нормальный, то, значит, оставлю, значит, этот нормальный, значит, нормальный. Но не до фанатизма. И вот такой я все хотела. Это, знаете, для контура. Вот так вот, контур. Ну, чтобы лицо похудее смотрелось. Это для контура. Ну, в общем, Сабрина себе, походу, взяла, но и я у нее заберу. Себе она себе еще прикупит. Вот такой вот. Сейчас покажу вам. Видите, он такой не сильно темный. Сабрина, он даже и не пойдет. Потому что Сабрина сейчас такая загорелая. Это ей будет светловато. Это как раз мне хорошо будет. Это будет мне хорошо. Все, мои хорошие. На сегодня я буду с вами прощаться. Не буду этот влог путать там с готовкой. Буду еще оладушки делать. Но это вы уже увидите в следующем влоге. На сегодня я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. И до завтра, мои хорошие.